на днях samsung представил свои флагманские новинки это третий фолд и третий z flip я конечно ждал s21 fe но наверное появится в ближайшие пару месяцев а пока мы все ждем этого я решил сравнить прошлогодний младший флагман с текущим флагманом то есть s20 fe сравнить с 21 главным образом меня конечно интересует камера давайте посмотрим полетели прежде чем мы приступим к просмотру фото и видео примеров давайте я вам озвучу основные отличия этих телефонов ведь возможно кто-то из вас решает потратить ли 65 70 тысяч на новый s21 или может быть потратить порядка 45000 на новый s20 fe а его еще можно взять и б.у. вариант там в районе 30000 то есть разница в цене может быть два раза но отличаются ли они по качеству в два раза давайте это выясним я сделаю свои выводы вы посмотрите сделайте свои выводы это лишь мое субъективное мнение ваше мнение может быть другое и так основные отличия этих телефонов диагональ у s21 62 дюйма с 20 fe 6 половиной дюйма соответственно размер и батарейки тоже разный то есть у s21 4 миллиампер часов у s20 fe четыре с половиной тысячи защищает дисплей у s21 corning gorilla glass виктус у s20 fe corning gorilla glass 3 дисплей у s21 это дайна миг амолед 2x у s20 fe супер амолед оба поддерживают разверстку 120 герц пиковая яркость у s21 1300 нету s20 fe 824 нет процессор 7 нанометровый exynos 990 а у s21 exynos 2100 5 нанометровый память 8 128 в обоих вариантах у s20 еще есть 6 128 но у s21 нет расширения под sd карту и сканер отпечатка пальцев у s21 ультразвуковой у s20 fe оптический по факту при пользовании это сказывается на скорости разблокировки экрана то есть с 21 это делает быстрее немножко ну вот это основные отличия теперь мы можем приступить к просмотру фото видео примеров где будет понятно стоит и переплачивать два раза или можно сэкономить сравнивать я буду фотографии программе lightroom потому что здесь есть возможность сразу сравнить две фотографии в реальном времени и посмотреть насколько они отличаются друг от друга и так слева у нас будет всегда s20 fe справа s21 ну вот вы видите smg 990 by это s21 а smg 780 это s20 fe и начнем мы с селфи камеры чтобы было понятнее откуда ноги растут давайте я вам озвучу технические параметры этих камер в обоих вариантах теофрагма 2 и 2 также идет отличие в мегапикселях у s21 это 10 мегапикселей у s20 fe 32 мегапикселя размер индивидуального пикселя у s21 1 . 22 микрометра у s20 fe 0 8 микрометров то есть по логике вещей у s21 размер индивидуального пикселя больше поэтому качество снимка должно быть лучше несмотря на то что мегапикселей меньше давайте посмотрим визуально можно сказать что цветовая температура и цвет кожи отличаются на s21 цвета более приятные более насыщенные дальше если говорить о резкости картинка у s21 более детализированная несмотря на меньше пикселей давайте еще пару снимков сравним снова видно что по цветам они отличаются более контрастный снимок на s21 более плоские цвета на s20 и опять таки слегка больше деталей на s21 селфи я даю предпочтение s21 теперь давайте перейдем к основным модулям и начнем мы с сверхширокоугольного объектива в обоих вариантах 12 мегапикселей диафрагма f2 и 2 дальше идут отличия в размере индивидуального пикселя у s21 это 1 и 4 микрометра у s20 и 1.12 микрометра и угол обзора у s21 это 120 градусов у s20 и фе 123 градуса у s21 матрица у сверхширокого объектива от компании sony amx 563 давайте посмотрим насколько они отличаются немножко более теплые тона на с 20 фе и немножко более холодные тона на с 21 что с четкостью мне лично видно что резкости больше слова на s21 как вы видите угол разница в три градуса совершенно не видно воспринимаются одинаково широко но вот резкость на s21 больше что неудивительно потому что все-таки опять размер индивидуального пикселя чуть чуть больше качество чуть чуть лучше если говорить о резкости предпочтение отдаю s21 если говорить о цветопередаче 2 предпочтение s20 вот сверхширокоугольном объективе двигаемся дальше зум объективом очень интересная история объясню почему в s21 матрица у нас 64 мегапикселя f20 размер индивидуального пикселя 0 8 микрометра и очень важный момент оптический зум всего лишь 11 а трехкратный зум это гибридный зум то есть цифровой матрица от самсунга называется samsung bright с 5 кей джей w2 а у s20 и 8 мегапикселей f24 размер индивидуального пикселя 1 микрометра и внимание трехкратный оптический зум не цифровой но 8 мегапикселей а у s21 64 мегапикселя который нужно включать опять-таки отдельно мы сравним отдельно если не включать 64 мегапикселя это по умолчанию 12 мегапикселей получается и давайте взглянем на фотографии цвета отличаются нам интересно насколько оптический зум лучше цифрового то здесь трехкратное приближение и там и там посмотрим на 8 мегапикселей слева и на 12 мегапикселей справа да по резкости опять-таки у s21 гораздо гораздо лучше ну и наконец основной модуль у s21 матрица sony amx 555 у с 20 фе самсунговская матрица с 5 кей 2 ld называется диафрагма у обоих телефонов 18 размер индивидуального пикселя 18 микрометра 12 мегапикселей и там и там то есть по цифрам основные модули этих телефонов абсолютно совпадают только производитель матрицы отличается у s21 это sony а у s20 фе но это собственно samsung то давайте посмотрим насколько эти технические одинаковые матрицы насколько они совпадают или различаются по картинке вы знаете вот так вот внешне смотря на эти две фотографии отличие практически нет может быть чуть-чуть опять цвета теплее на s20 фе но настолько незначительно что совершенно неважно что касается резкости абсолютно одинаковые может быть как будто бы на s20 чуть-чуть резче это такая незначительная погрешность но они абсолютно одинаковые как на цифрах так и по факту они абсолютно одинаковые в условиях хорошего освещения они дают одинаковую картинку у нас еще шиповник также сфотографированы на все три модуля так вот например если если брать не персонажа не человека а просто какие-то вот кусты шиповника опять-таки основной модуль абсолютно все одинаковое и цветовая температура в данном случае это вот край край снимка он немножко соответственно размывается немножко не фокусе красинка центр все очень резко очень хорошо основной модуль у этих двух телефонов ничем не отличается давайте еще сравним портретные режимы на основной модуль насколько четко вырезается и размывается задний план давайте посмотрим ну это основные модули до внешне абсолютно одинаково если говорить о размытии то есть за это отвечает у нас процессор exynos оба телефона справляются прекрасно но преимущество с 20 не в том что у него портретный режим есть еще с большим фокусным расстоянием то есть если в s20 портретник это только основной модуль а это широкий угол 26 миллиметров у s21 портрет можно реализовать за счет зума и он также прекрасно справляется все вырезают очень точненько никаких нет грешностей погрешностей там все очень хорошо да и говоря о 64 мегапикселях это будет размер вот здесь видно 66 936 на 9 248 это получается 60 примерно 64 мегапиксель на s20 fe всегда только 12 мегапикселей здесь никаких других вариантов нет и если сравнить по резкости эти два снимка смотрите когда я приближаю снимок у нас пропорции один к одному но поскольку у s20 fe снимок 12 мегапикселей размера 3 тысячи 24 на 4032 то есть он меньше когда я делаю пропорцию один к одному приближаю он меньше приближается поскольку снимок 64 мегапикселя больше когда я приближаю пропорции один к одному он приближается ближе то есть у каждого снимка своя сохраняется пропорция из-за того что с 21 больше снимок он как будто бы ближе но по деталям естественно 64 мегапикселя выигрывают если приблизить еще два раза с 20 и фе начнет сыпаться а из 21 вполне себе держится но по большому счету визуально не настолько существенная разница ну мне кажется смысла в этом нет выглядят они визуально одинаковые и последние снимки которые я хотел вам показать это снимки ночные это основной модуль ночной режим у меня такое чувство что но как будто бы резкости больше в с 21 и сэлфи режим то есть чтобы вы понимали сколько было темно ну так вот это без ночного режима фотографии просто два светильничка маленьких общем без ночного режима и теперь ночной режим сэлфи объектив ночной режим вот здесь вот видно как с 21 в ночном режиме при использовании сэлфи включает еще экран хотя никаких там вспышек ничего не было включено но все равно подсвечивает экраном за счет этого получается более яркая картинка более светлая потому что у нас есть источник дополнительный света а с 20 фе обходится только тем что есть ничего не зажигает оба телефона прекрасно справляются в ночном режиме с условиями освещения и дают хорошие результаты вы сами все видели вы сами видели фотографии отличие минимальный поэтому делайте выводы сами да за счет того что эксен с 2100 5 нанометровый современный актуальный процессор на сегодняшний день он немного все быстрее делает немного быстрее обрабатывать фотографии немного быстрее открывает приложение они немного его допилили и он более энергоэффективный нежели 990 990 это просто печка натуральная батарейку но я научился с этим справляться если убирать 120 герц и убирать яркий экран то есть в принципе работает нормально короче говоря если говорить о фото большой разницы я не заметил видео я даже не буду никак комментировать просто смотрите и сами делайте выводы ну что тестим два телефончика вот такая вот картиночка и такой звук на s samsung с 20 фе и вот такая вот картиночка и звук на samsung с 21 на с 21 я себе нравлюсь больше шоу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok